Всем привет! Сегодня мы поговорим об урожайности кофейных деревьев. Эта тема на самом деле более важная, чем может показаться на первый взгляд и напрямую влияет на тот вкус, который мы в конечном итоге получаем в нашей чашке. Например, в Коста-Рике когда-то давно, более ста лет назад, росла всего одна разновидность, которая называется Монте-Кристо. Вот она. Это дерево Монте-Кристо. На сегодня 90% посадок в Коста-Рике это Катура и Катуаи. Возможно, кто-то подумает, что эта замена была произведена из-за того, что Катура и Катуаи дают нам лучшую чашку. Но это, конечно, не так. Все дело в урожайности. И поэтому мы о ней сегодня коротко поговорим. Итак, из чего складывается урожайность кофейных деревьев? Смотрите. Ягоды растут вот здесь, на узлах. По-английски их называют нотс. Мы будем также называть их по-русски узлами. На вот этих узлах, на ветви. Здесь растут гроздья ягод. Чем короче вот эти расстояния на ветвях, тем, соответственно, больше ягод производит кофейное дерево. Кроме того, мы говорим о ветвях. Соответственно, чем больше у дерева ветвей, тем больше ягод производит кофейное дерево. И нас крайне интересует вот это расстояние. Расстояние на стволе между ветвями. Посмотрите на Монте-Кристо. Вы можете легко увидеть сквозь это дерево. Все хорошо видно. На нем не так много ветвей. И расстояние между узлами также достаточно большое. Это низкоурожайная разновидность. Ее вытеснила Катура в свое время. Катура – это естественная мутация бурбона, обнаруженная в Бразилии в 50-х годах. Дерево маленькое, плотное. Настолько плотное, что вы вряд ли сможете сквозь него увидеть. Это дерево быстро вытолкнуло Монте-Кристо из Коста-Рики. И на сегодня Монте-Кристо – это уже история, которую можно найти, например, здесь, на Кофея де Верса. Сзади меня дерево Виллы Сарчи. Это высокоурожайная разновидность, которая распространилась по Коста-Рике на ряду с Катура и Катуаи. Правда, не в таких объемах. Посмотрите. Расстояние между узлами на ветве короче, о чем мы говорили. Значительно короче. У Монте-Кристо оно было почти в два раза длиннее. Сами ветви растут на дереве достаточно толстым слоем. Между ветвями короткое расстояние. И, как вы видите, через дерево Виллы Сарчи не видно совершенно ничего. Так можно легко отличить высокопродуктивную разновидность от низкопродуктивной. И понятно, что многие стараются растить те разновидности, которые приносят им больший урожай.